привет в этом видео я хочу показать как мы можем сделать вот такую вот анимацию которую я вот мне понравилась сильная идея с этого канала и вот собственно и показывает куда я ее взял но только тут человек делает это посредством cinema 4d и там еще after effect насколько я помню и выглядит это вот следующим образом то есть выглядит это вот так и я решил что это очень интересный эффект и его можно показать как сделать силами только блендера условно в целом это достаточно несложно поэтому давайте начнем начнем с того конечно же что добавим объект текст и написать напишем что-нибудь в моем случае это просто waves waves и поворачиваем но прежде всего я включу screencast keys чтобы было виднее что я нажимаю так собственно да затем давайте подберем более удачный шрифт во вкладке фонд здесь просто в папочке ищем что-то поинтереснее ну и собственно я сейчас подыщу что-то более подходящее для меня какой-то такой плюс-минус толстенький текст но что-то такое затем мне не нравится то что расстояние между а и w и а и уви она слишком большой поэтому зажимаю alt и вот так вот двигаю равномерно в стороны можно еще вот так принципе я думаю примерно вот визуально она выглядит более одинаково может даже еще там 9 еще раз вот так сделать все у нас есть вот такой вот текст затем нам надо перевести в мэш и это мы сделаем за счет модификатора здесь имеет включим план от здесь ничего не меняем и делаем конверт наш теперь у нас есть вот такой вот наш собственно далее нам надо его растянуть добавить ему в целом объема выделяем все и делаем вот такой вот экстра допустим далеко уходит просто чтобы он не вылезал за точнее не показывался край в камере и давайте проверим на вывернутость ну и собственно по сути она не будет сильно ну то есть не будет ни на что влиять потому что она здесь равномерно вывернуто но я все же предпочту реклакула этого сделать чтобы было по-нормальному так и собственно face orientation выключаем не забываем сохраняться далее давайте что сделаем давайте добавим камеру и сразу же так во view camera to view и давайте выставлять как у нас это будет смотрится на камере и я поставлю наверное ортографический режим что-то такое давайте как-то вот так вот приблизим так ну наверное наверное вот так вот все камерату и можно снять галочку теперь у нас есть вот такой вот вид что мы делаем далее как он была all transform так origin мы пока не ставим сейчас нам добавить собственно геометрию на все это дело как мы это сделаем возьмем переходим режим редактирования нажимаем к чтобы взять нож выбираем нужную нам 8 мы будем резать по оси x вот мы можем посмотреть x нажимаем и затем c и теперь по серединке примерно вот так вот проводим enter у нас получается вот такой вот разрез так ну не совсем посередине вышло давайте он так это подвину немножко сдвинул и теперь выделив все вот эти вот вершины нажимаем control b и добавляем много 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 прям грани чтобы не добавлять модификатор subdivision и делать артефакты какие-то таком давайте вот столько хватит и я подвинул к этому краю чтобы было было равномерный шаг то что там в конце она не совпадает это уже ничего 6 move нормалс of a smooth все геометрия нужно у нас есть теперь нам надо сделать анимацию собственно опять же таки не забываем сохраняться добавляем модификатор wave и как вы видите что собственно тоже уже интересно получается но тут у нас идет с оригином вот и нам нужно его изменить как мы это сделаем поставим shift правой кнопкой мыши вот сюда 3d курсор set origin to 3d курсор все теперь она вот отсюда у нас идет в принципе уже то что нам нужно но теперь нам надо настроить именно сам модификатор давайте тут поставим 18 поменьше чтобы волны были в целом вот такие затем тут единичку чтобы их чуть-чуть побольше было что было более интенсивное такое вот колебание на равны с я поставлю на 18 но стало чуть-чуть острее таким но собственно это можно отрегулировать и вы увидите эту разницу можно даже принципе 15 оставить чтобы она была таким максимально гладким так сохраняемся да затем помимо вот такого вот в одну сторону волна у нас есть еще немножко слева направо поэтому нам надо просто продублировать этот модификатор и затем убрать y давайте вот это выключи покажу что он будет делать на она просто теперь вот так вот и теперь нам надо его настроить чтобы было это все плюс-минус нормально тут я поставлю на 05 уменьшим вот эту вот силу в целом все остальные настройки в принципе можно такими же и оставить но надо теперь отрегулировать скорость от этого всего тут мы ставим speed 03 и копируем это все дело сюда же такой вот такие вот легкие у нас будут волны вот такие вот по горизонтали включаем так мы увидим то что она прям супер медленно и потому что у нас всего 27 там кадров давайте поставим сразу 60 она медленно но в целом нормально тут мы сейчас будем еще зацикливать эту анимацию как мы это сделаем за счет того что поймаем нужный момент просто пока что поставлю максимально какое-то такое количество ну и тут начну с 400 давайте посмотрим тут уже она работает это нам надо просто чтобы вот эта волна успела дойти до этого этого нужного момента и теперь нам надо как я уже сказал ловить эти моменты но примерно у меня по вот этим настройкам есть уже нужны ключевые кадры и тут и поставлю 259 сейчас объясню почему именно так ставлю и 327 но вода тут даже так не получилось поэтому я прям с вами это сейчас сделала смотрите что нам надо сделать тут у нас уже дошло анка нет еще вот только доходит давайте ставить туда с 300 и пока что до 400 смотрим значит нам надо поймать вот этот момент где у нас еще вот эти буквы они на полу находятся так пока что выключил вот этот второй парик так вот тут вот тут вот видим так 1 1 и вот тут уже вот дергается но собственно 300 до 300 у нас как мы и выбрали а теперь у нас она поднимается вверх и затем опускается вниз и нужно поймать эту же точку где она уже приземлилась на низ смотрим еще вниз ну примерно вот здесь 367 367 и давайте включим вот мы видим то что она зациклена но как я делал ранее там надо по моему пару кадриков взять и или добавить или обрезать потому что она там не совсем так но тут я вижу дергается значит надо назад 366 давайте попробуем так ну и теперь собственно но у нас зациклена это все можно зациклена отрендерить и при этом не нужно много будет рендерить кадр сразу делаем это все для 60 кадров просто потому что если мы будем делать это ту для 30 например то потом чтобы добавить 60 кадров надо будет это всю всю операцию проделывать опять а если у нас есть 60 то мы можем уже до 30 это понижать и теперь она вот так вот медленно будет это все делать поэтому я пожалуй на 30 вот сейчас так и оставлю он давайте на 50 но тоже приятно спорта пусть 50 будет хорошо включаем вот эту всю историю и и теперь у нас есть зацикленная анимация с вот этими вот волнами что нам надо делать далее далее давайте начнем заниматься собственно настройками материалов настройками света и начнем мы с того что возьмем поставим для фона поставим другой цвет и другую интенсивность я поставлю 0.6 0.6 и выберу себе цвет но примерно примерно вот такой вот говорю что мы все это делаем в виде потому что в сайкл с нам тут в принципе не нужен color management можно поставить сразу в реха и контраст так что еще но для рендера вы можете тут настройки в принципе сами выставить по по вашей системе и включу сразу bloom и motion blur хотя принципе bloom там вроде как и не надо потому что мы пытаемся делать более острые края и пусть пока будет посмотрим выглядит это пока что вот так и теперь нам надо добавить источники света но это будем делать за счет солнца light сам давайте его сюда вот так вот поставим и вот так вот повернем примерно чтобы посвятить вот эту верхнюю часть и переднюю по сути тут я поставлю силу 4000 на 4 просто напишу и выберу цвет который хочу себе сюда хочу себе вот этот цвет цена пусть он здесь и будет angle мы принципе не меняем дублируем солнце и крутим сильнее чтобы подсветить чтобы увидеть эффект на вот этих вот внутренних гранях ну где-то вот так ну и сразу я вижу что мне bloom не нравится его выключил и давайте добавлять другой цвет для вот этого солнца сюда мы поставим такой более оранжевый более оранжевый можно чуть-чуть буквально потемнее где то вот так вот в принципе тут вы можете корректировать какие основные цвета вы хотите но я поставлю вот такие сразу что мне не устраивает то что спереди у нас оно плохо выглядит мы нам тяжело это прочесть поэтому я беру вот так вот сначала добавляем материал дан целом добавил новый материал и теперь выделяю передние буквы переднюю часть плюсик новый материал и assign теперь нам надо просто сделать его вот так вот потемнее я думаю где-то до вот такого вот состояния и теперь в принципе вот это все видно я бы хотел наверное подкорректировать немножко цвета так да без чего такого интересного вот сюда это будет а тут бы я хотел наверное чуть более розоватым это все сделать давайте попробуем в принципе мы можем даже попробовать это сделать через кривые сейчас а вот собственно да через кривые достаточно хорошо получается как по мне надо только фон сделать чуть более фиолетовым ну где-то вот примерно вот так вот смотрим вот эти полосы которые здесь появляются не обращать внимание при рендере их уже здесь и не будет вот в принципе в принципе я так посмотрел это вроде как все давайте еще посмотрим настройки рендера значит что мы делаем тут выставляем нужное нам разрешение тут мы выбираем нажимаем на папочку выбираем расположение куда хотим ставим ff mpeg video encoding ставим mpeg 4 high quality и просто потом render animation вот и в конечном итоге мы получаем что-то типа вот такого как я уже сказал вы можете это все дело делать быстрее и медленнее банально просто изменяя количество кадров то есть поставлю 30 и оно вот такое вот приятное медленное так только немножко давайте подвину вот сюда так и ставим 60 и оно вот такое прям резвое оно при этом если я поставлю уже выше нет ну смотрите оно даже не сбивается сейчас просто когда я делаю эту сцену оно у меня сбывалось когда я делал больше количество кадров оно тогда не было зациклено но видимо тут сейчас такой проблемы нет и так в принципе все я показал как можно сделать эффект как его сделать красивым симпатичным и только за счет только посредством блендера собственно без прибегания к каким-то дополнительным программам на этом у меня все если вам понравилось поставьте лайк пожалуйста подпишитесь и хотел бы сказать то что ранее я делал дискорд сервер но в целом я не часто туда захожу я скорее сижу в телеграме и поэтому призываю вас посмотреть на главной странице моего канала там где ссылки там есть ссылка на телеграм-группу да я ее даже прикреплю в собственно первом комментарии и захотите туда просто общайтесь и какие-то вопросы тоже можете писать я там почти всегда сижу да и там другие есть еще люди их конечно еще немного но в целом они есть и мы справляемся вместе с какими-то общими проблемами которые у нас возникают по блендеру в целом у меня все спасибо большое за просмотр всем пока пока